Господь, благословительство Божьего. Я не затронул тему того, что дьявол закрутил мозги. Знаете, меня Господь так ведет, что я могу слышать и голос Бога очень хорошо, и голос дьявола очень хорошо. Различать как бы, да? Различать, да. И недавно в беседе с одним из очень близких людей, дьявол просто говорил его устами со мной. Он говорил, когда нет одного советчика, тогда приходит другой. То, что он насоветует, никто не знает. Я говорю, врешь, потому что я знаю, писание говорит, что нам небезызвестны твои планы. Почему этот человек принял этого другого советчика? Потому что человек не пребывает в злой. Просто сейчас сказал Евгений, евреи всю жизнь искали прощения грехов, они каялись. Давиду было дано, в седьмой главе первой книги царства, дано обещание, что будет тот, кто будет являться спасением всему. То есть тот самый Мессия. И евреи всю жизнь его ждали. Наконец он пришел. Знаете, в бесе никогда не ставили под сомнение то, что Иисус это Сын Божий. Только люди всегда это ставили под сомнение. Он наконец пришел. И когда он пришел, он сказал, придите ко мне все труждающие, себя примененные, и я успокою вас. Человек начинает воспринимать информацию от второго советчика. Да, он, знаете, хорошо рисует от них ангел. Да, да, да. От второго советчика нам не хватает слова от первого. Но слово от первого не может быть выложено в нас насильно. Но слово от первого мы должны получить. Мы должны прийти к этому источнику живой воды. Нужно открывать Библию, читать. Ну и что, я читаю Библию. Нужно стремиться к этому. Я читаю Библию, и что с этого? Мне не помогает. В моей жизни, видимо, это не работает. Минуточку. Так не бывает. Не бывает. Это работает всегда. Аминь. Как мы к этому относимся? Если мы просто читаем Библию для галочки, то да, это не с вашей жизни никак не сработает. Писание говорит, нужно не читать Библию с утра до вечера. Там нигде этого не написано. Или не написано, читайте только с утра до вечера. Написано, вникай в себя и в учение параллельно. Вникать, это значит, как я вот разбираю, например, что-то у меня в жизни не получилось, а почему не получилось, почему это уже не так пошло. Это называется вникать. А когда мы вникаем в учение, то мы думаем, почему Господь сегодня мне это говорит. Почему мне нужно, прочитав сегодняшнюю притчу, что-то изменить в своей жизни. И тогда этот советчик, о котором говорит дьявол, что он не приходит, он появится в нашу жизнь, потому что мы к нему вас звали. Мы к нему пришли и сказали, Господь, вот я, делай со мной все, что хочешь, или пошли меня куда-то, куда ты хочешь, чтобы я шел, прежде чем ты сам туда хочешь пойти. Это и есть то самое, придите ко мне, и то, что выдающиеся временными свинами, придите ко мне. Не я к вам приду, а вы придите ко мне. И везде это написано. В первой главе, в самых первых стихах, в Провоке Захарии написано, обратитесь ко мне, и я обращусь к вам. То есть первое действие должно быть от нас. Мы должны прийти к Богу, принять Его в свое сердце. Мы об этом молились сначала, чтобы люди пришли к Богу. Я призываю вас просто, засовите к Нему. Вы спрашиваете, с чего начать читать. Я могу вам дать совет. Начни читать с Евангелия от Иоанна. Это Евангелие любви. Это реально Евангелие любви, который поможет вам понять суть спасения и намерения Иисуса Христа в вашем листе. Потому что Он для этого пришел. Он пришел не ко мне, не к нам, Он пришел к тебе лично, чтобы тебя спасти. И об этом Евангелие от Иоанна говорит. И там ты любишь покоение, все на сомнение скорбят. Потому что, знаете, нету больших или маленьких скорбей. Человек, который скорбит, он скорбит всегда. И для него может быть для кого-то маленькая такая проблемка, но для того, кто скорбит, эта проблема больше, чем была в Африке. Поэтому маленький скорбей не бывает. Пройдите к Иисусу, Он даст вам спасение. Это Барзан.